МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина, сегодня в выпуске. Информационные технологии в пенсионном деле. Председатель правления Пенсионного фонда страны оценил новые проекты. Нет дороги, виновата погода. Жители деревни Очкасы и Рунга Вурнарского района отрезаны от цивилизации. Перевернуть игрум. Народный артист России Дмитрий Мариков познакомил чебоксарского зрителя со своей постановкой. 15 июня в арбитражном суде в очередной раз рассмотрят дело о банкротстве птицефабрики Чувашский бройлер. Сейчас в отношении предприятия введена так называемая процедура наблюдения при банкротстве. Это предварительный этап. Он необходим, чтобы решить, можно ли оздоровить предприятие или шансов на спасение нет. Правительство региона заинтересовано в первом варианте и полагает, что руководство птицефабрики недостаточно предпринимает должные меры. А именно в попытке преднамеренного банкротства. Сегодня обе стороны встретились за круглым столом. Доводы слушал Ольга Пырочкина. Производство социально значимой продукции. Несколько сотен рабочих мест и 49% акций. Вот что для республики птицефабрика Чувашский бройлер. Однако контрольный пакет 51% акций принадлежит компаниям, зарегистрированным в Курской области. И если последние несколько лет у правительства Чувашии голова болит о том, как спасти важное производство, у второй стороны особого рвения не обнаруживается, отмечает временный управляющий. По-простому скажу. Моя задача сейчас понять, что делать дальше с должником. Куда он дальше пойдет, в морг или в реанимацию. То есть, понятное дело, что все хотят восстановить платежеспособность должника, чтобы спасти мощности, рабочие места, в общем-то, чтобы предприятие работало. Совместно с правительством все меры, конечно же, для этого предпринимаются. Честно скажу, была попытка рейдерского захвата со стороны некоторых курских компаний, которая, собственно, потерпела фиаско. На данный момент, то есть в рамках проведения анализа, также мной было сделано заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства. А намеренно банкротят предприятия, как правило, для вывода активов. За круглым столом третий по счету за последние два года директор, назначенный из Курской области, и, по его словам, птицами раньше не занимавшийся, на вопросы отвечал неохотно, передавая слово директору исполнительному. Я же только в сентябре приступил к обязанным своим. Уже был в тяжелейшем состоянии. Как оцениваете работу предприятий сегодня? Ну, сейчас более-менее положительно. Я думаю, потихоньку, конечно, очень тяжелые такие проблемы. Но улучшения есть, конечно. А более, что касается производства, Сергей Николаевич вам конкретные цифры может назвать. Исполнительный директор отчитывается, что по показателям вышли на уровень прошлого года, намечено обновление оборудования. Но забывает упомянуть про штрафы в миллион рублей за нарушение прав акционеров. Последних руководители компании не поставили в известность о ряде сделок. Например, приобретение земельных участков в той же Курской области. От сельхоземель вы отказываетесь. От техники отказываетесь. И в Курской области покупаете землю для того, чтобы строить дамы. Это чувашский бройлер, но предприятие предназначено мясом врачи. Может, это как совет директоров, что-то предполагал более коммерческое. Сегодня идет наращение штрафных санкций вместо того, чтобы заниматься реальной работой. Наша цель, повторяюсь, не накладывать на них штрафные санкции. Наша цель защитить интересы нашего населения, Чувашской республики. Мы вышли с обращениями в правоохранительные органы и в прошлом году, и в этом году настаиваем на своей позиции, что есть, мы полагаем, элементы преднамеренного банкротства. Еще один факт, который вызывает вопросы. Вся торговая сеть чувашского бройлера находится в ведении компании с любопытным названием «Тениторг». Это когда было банкротство. У нас же счета были все закрыты. Они нам помогали. В чем? Ну, реализация продукции. Тут ничего такого незаконного нет. Это сложная юридическая такая процедура. Итог встречи. На конец мая назначен совет директоров. Ситуация компании «Чувашский бройлер» находится на контроле главы Чуваши Михаила Игнатьева и правительства республики. Банкротство, инициируемое со стороны курских компаний, не будет допущено. Ольга Пырычкина, Сергей Адушкин. Республика. Пенсионная система продолжит идти в ногу со временем. Как реализуются приоритетные проекты в республике, сегодня оценил председатель правления пенсионного фонда страны Антон Дроздов. Глава федерального ведомства встретился с главой Чуваши. Стороны обсудили перспективы использования информационных технологий в этой сфере. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. После проведенной оптимизации в пенсионной системе все операции по информационной обработке и выплате пенсий взял на себя этот центр. За четыре года здесь наладили электронные документы обороты, и это принесло ожидаемый эффект. Чаще всего за услугами пенсионного фонда жители Чуваши стали обращаться в муниципальные МФЦ. Антона Дроздова интересовала, насколько оперативно работают программы и не дают ли сбоев. Программное обеспечение разработано отделением и внесенный в фонд алгоритм программ. Здесь есть вкладочка «ИДОС» с внешними организациями. Вот мы видим документы, которые пришли. Распоряжение. Нажимаем дальнейшую обработку. И таким образом не надо уже потом, видя этот документ, опять ручками его вводить. То есть автоматом загружается тот документ, с которым потом работает система нашей информации. Да, и дальнейшая обработка происходит. Председатель пенсионного фонда отметил, что его коллегам удалось выстроить эффективную систему оказания услуг. Опыт республики Антон Дроздов предложил тиражировать. Впрочем, чувашскую модель оптимизации пенсионной службы уже переняли в Крыму и Севастополе. Все специалисты в одном месте собраны, и они, по сути, качественно работают на все районы. Мне кажется, что, да, и эта модель, вот, в принципе, наша цель посмотреть, как это работает. Исходя из этого, я понял, что, ну, практически со всеми ведомствами, организациями обмен ведется в электронном виде. Поэтому Розе Алексеевне придется принимать у себя еще и много наших коллег других регионов, чтобы убедить их, что это нужно делать. Или показать, как. Перспективы отрасли Антон Дроздов обсудил на рабочей встрече с главой республики. Руководитель федерального ведомства отмечает, что приоритетная задача фонда – развитие электронных услуг. По фактуре времени качественная связь, устойчивая связь имеется, и люди получают своевременно эти услуги, экономят свое время, не превращаясь в депкурьеры, так скажем, народным словом. Это тоже значимо для нас, нашей общей совместной деятельности. И работаем практически на общий результат, чтобы социальное самочувствие жителей Чуворской республики получалось. Пенсионный фонд реализует и другие проекты. Сейчас в стране формируют федеральный реестр инвалидов. Он заработает со следующего года. В электронном ресурсе соберут базу данных организаций, которые отвечают за реабилитацию и трудоустройство людей, чьи возможности ограничены. Если можно будет перейти от такой пассивной политики, когда инвалид обращается и ему что-то оказывается активное, когда мы заранее знаем, сколько на каждой территории у нас инвалидов, что им предписано в программах, что выполняет, что не выполняется. И вот эти все. То есть все знаем про всех. Ну и, конечно, гражданин будет иметь полную информацию о том, что ему оказывается, как оказывается, и какие услуги можно получить. Развивать пенсионную систему в республике продолжат. Задача – выстроить идеальные формы услуг для получателей пенсии. Антон Дроздов отметил, что конструктивное взаимодействие с властями региона налажено. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Машина нашей съемочной группы увязла в грязи по пути на съемку. Парадокс в том, что в тот момент они ехали снимать сюжет как раз о дороге между деревнями Янгорчина и Ачакасы Вурнарского района. Репортаж Ольги Пырочкиной. Нашей съемочной группе пришлось изрядно понервничать. На кону был выход сюжета в новостном выпуске. А жителям деревень Ячакасы и Рунга Вурнарского района приходится так нервничать каждый день. У них на кону порой жизнь. Дело в том, что между их населенными пунктами есть двухкилометровый участок дороги, ремонт которого не ушел дальше щебеночного слоя. Ездить по нему невозможно. Объезжать приходится по полю, где и застряла наша машина. Внучка заболела, градус 38, ну почти 39. Вызвали скорую, а скорая звонит обратно к нам домой. Как мне доехать? Когда мы вызываем скорую помощь со стороны Хирпоси, в нашу сторону вообще нет дороги. Поэтому приходится вызывать. Вот они едут через Канаш. За это время проходит очень много времени. Ну человек, который вот в крайне, когда нуждается в скорой помощи, может и умереть. Автобус, школьный автобус чуть не перевинулся. Дети чуть инфаркт не получили. Дорога здесь была, однако сработало извечное российское правило. Хотели как лучше, а получилось как получилось. Летом прошлого года республика выделила деньги на ремонт. Вот Дорстрой выиграл конкурс и приступил к работе. В прошлом году началось строительство. Было выделено 153 миллиона. Но своевременно не освоили деньги, не закончили ремонт дороги. Дорогу разбили. В итоге недоделанные километры отрезали людей от рабочих мест, школ, больниц, садиков. У меня есть ребенок садиковский. Мы не можем из-за состояния дороги доезжать до садика. И ребенка не можем отправить в садик. У нас не только мой ребенок, у нас еще есть садиковские дети. Где-то человек, наверное, 10 наберется. Удивительно, но оказалось, в бедах местным жителям винить можно только погоду. Деньги на этот участок появились только после уточнения бюджета в июне. Пока шли конкурсные процедуры, наступила август, а уже в сентябре наступили холода и постоянно шли дожди. Из-за чего подрядчик и прекратил работы, которые должны были продолжаться до ноября. Все работы были перенесены на этот год. Тот контракт был расторгнут. И в этом году, начиная с апреля, начались процедуры торгов по данному объекту. И 18 мая были заключены уже контракты. Буквально на следующей неделе подрядчики приступят к работе. И по плану в июле месяце все ремонтные работы на участке дороги Ачекасы-Янгорчина должны быть завершены в этом году. При необходимости в июле мы вернемся посмотреть на отремонтированную дорогу. И надеемся, что не застрянем при этом. Ольга Пырочкина, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. С 20 мая в Чебоксарах будет временно ограничено движение на двух участках вокруг Московского моста. У Театра оперы и балета и перекрестка улиц композиторов Воробьевых и Президентского бульвара. Для запуска движения на первой очереди строительства необходимо заменить дорожное основание на следующем участке и соединить его с новой дорогой. На участке дороги длиной 50 метров будет работать две полосы вместо четырех. В предстоящие выходные в мире отметят День памяти жертв СПИДа. С каждым годом ВИЧ-инфицированных в стране становится все больше в зоне риска наши родные и близкие. Что нужно знать о ВИЧ-инфекции смотрите в нашем следующем сюжете. Мы много слышим о том, какое это серьезное заболевание и как опасны люди, которые заражены вирусом иммунодефицита. Страх рождает множество мифов. Мы собрали выдержки из популярных статей в интернете и попросили прокомментировать их главного врача Республиканского центра по борьбе со СПИДом Алексея Щербакова. СПИД и ВИЧ – крупнейшая ложь 20 века. Как ни странно, в наше время существуют ученые, которые опровергают существование ВИЧ. По их мнению, вирус иммунодефицита – ничто иное, как надуманная болезнь, искусственно созданная для того, чтобы зарабатывать на ней деньги. На мой взгляд, эта теория не имеет вообще права на существование, поскольку она приносит очень много вреда людям, которые больны СПИДом. В том числе, вот есть такое движение СПИД-диссидентское. И даже люди, которые болеют данным заболеванием и отказываются от лечения, от всего, как правило, продолжительность их жизни составляет 10-12 лет. И не более. Все методы доказательной медицины говорят о том, что ВИЧ-инфекция есть. ВИЧ и СПИД – это одно и то же. ВИЧ-инфекция – это тяжелое инфекционное заболевание, последней стадией которой является СПИД. И сразу хочу сказать, что не обязательно, если у вас ВИЧ-инфекция, то вы дойдете до последней стадией. Если вовремя начать лечение, то до последней стадией никто не доходит. Результаты обследования на ВИЧ могут оказаться ошибочными. Получить сложноотрицательный результат можно только в том случае, если с момента заражения до сдачи крови прошло недостаточное количество времени. В этом случае специалисты советуют сдать кровь еще раз через 3-6 месяцев. Бывают и ложноположительные результаты исследования. Чаще всего они возникают при проведении теста с помощью экспресс-полосок. Закупили экспресс-тесты для использования не крови, а ясневой жидкости, слюны. По чувствительности, конечно, они намного менее чувствительны. После обследования экспресс-тестом однозначно надо обследоваться по крови, по сыворотке крови. Если беременная женщина заражена ВИЧ, то вирус обязательно передастся будущему ребенку. Эта информация давно уже устарела. Если лет 5 назад беременной женщине с положительным ВИЧ-статусом советовали делать аборт, то сегодня ситуация в корне переменилась. Женщина должна знать, что она должна прийти на учет, в целом СПИД. Если она ВИЧ-инфицирована, риск рождения ВИЧ-инфицированного ребенка при проведении трехэтапной химии профилактики сводится практически к нулю. Присутствует вероятность заразиться ВИЧ в салоне красоты. Теоретически это реально в том случае, если салоном не будут соблюдаться правила обработки рабочего места и инструментов. Однако на практике таких случаев в Чувашии не было зафиксировано. Положительный анализ ВИЧ это смертельный приговор. ВИЧ-инфекция. Она лечится, но не излечивается. То есть это постоянное лечение. И все ВИЧ-инфицированные пациенты, которые придерживаются наших рекомендаций, они спокойно и нормально полноценно живут. Знать свой ВИЧ-статус должен каждый. Даже если вы не относитесь к группе риска, сдавать кровь следует хотя бы раз в год. Дарина Игнатьева, Дикимов, Республика. Сегодня абоненты Мегафона во многих регионах России испытывали проблемы со связью, в том числе и в Чувашии. В компании отмечают, что успешность дозвона снижена до 30%. Причина сбоев авария одного из элементов сетевого оборудования. Интернет-связь работает без проблем и совершать звонки можно было с помощью мессенджеров. По словам пресс-службы компании, у ее специалистов нет оснований связывать сбой оборудования с хакерской атакой. В конце дня проблемы со связью стали появляться у Билайна и Йоты. Центром культурного притяжения становится бывший столичный кинотеатр Сеспель. С недавних пор в здании расположился театр юного зрителя. А еще по традиции в нем откроется юбилейный Чебоксарский фестиваль. Глава республики Михаил Игнатьев посмотрел, как изменился внутренний интерьер здания. Театральная труппа тут же взялась за обустройство нового дома. В помещении были отремонтированы фойе большого и малого залов, сделан косметический ремонт и оборудована театральная студия. Очень нравится пока, все есть у нас. Побольше зрителей будет, конечно же, это нам мы рады. Реконструкция здания включает в себя несколько этапов. Немало уже сделано. Бывший сейст применяет облик постепенно. Помещение было в плачевном состоянии, нам надо было открыть новогодний марафон, и мы все днем и ночью и утром работали сами. Потратили мы около двух миллионов. Михаил Игнатьев встретился с артистами и посмотрел фотовыставку, посвященную Чебоксарскому международному кинофестивалю. Напомним, что обновленное здание станет основной площадкой кинофорума. После кинофестиваля на базе ТЮЗа планируются кинопоказы и мастер-классы актеров. С сентября в театре начнут работать детские творческие студии по театральному, хореографическому и вокальному направлениям. Дарина Игнатьева, Андрей Шоклев, Республика. Моцарт, Бах, Бетховен и Майкл Джексон на одной сцене в Чебоксарах. Народный артист России Дмитрий Маликов привез в наш город необычный спектакль «Перевернуть игру», где главными героями стали великие композиторы. А он сам сыграл роль чародея и волшебника. С этой постановкой, которую Дмитрий Маликов называет образовательно-развлекательной, он объездил полстраны. В Чебоксарах артисты переворачивали игру в 38-й раз. В фойе театра оперы и балета классическая музыка начала звучать задолго до начала спектакля. Все желающие могли не только послушать звучание скрипки, но и подержать в руках редкие музыкальные инструменты. В Чебоксарах Дмитрий Маликов и его команда спектакль «Перевернуть игру» играли два раза. На первый благотворительный показ пригласили детей из детских домов и школ-интернатов. Сейчас здесь появится открытие клубной музыки этого года замечательная, неотразимая диджей-звезда! Поприветствуем вас из эстетов! Привет, Чебоксары! Диджей-звезда – девочка-подросток, которой, как и многие современные дети, живут синтепопом, дабстепом, рэпом и не имеют никакого представления классических музыкальных произведениях. Композитор Дмитрий Маликов на простом и доступном языке легко и непринужденно рассказывает ей и всем присутствующим в зале всю историю мировой музыки. Вы кто такой, дяденька? И что вы здесь делаете? У нас сегодня клубная вечеринка! Вечеринка! Дяденьку зовут Дмитрий Маликов. Идея рождалась трудно, но очень хотелось, чтобы найти какой-то язык, чтобы поговорить с молодежью о серьезных, важных вещах, связанных в первую очередь с классической музыкой. Спор двух поколений о том, что важнее – жить на позитивчике или уметь получать истинное удовольствие от музыки, помогают разрешить великие композиторы и музыканты Бах, Бетховен, Моцарт, Шостакович и даже Майкл Джексон. Персонажей, которые появляются на сцене, Дмитрий Маликов выбирал с особенной тщательностью. Каждый композитор несет определенный месседж. Моцарт, Вундеркин в детстве, потом забытый, трудная судьба. Бетховен физический недуг. Бах, работа в столб. Майкл Джексон, его любили миллионы, но он был тотально одинок. Шостакович, премьера «Седьмой симфонии». То есть каждый композитор несет какую-то функцию. Но плюс я просто выбирал самые популярные, самые лучшие, самые знаменитые произведения. Над проектом работала целая команда. Именитые режиссеры, художники. А некоторые сцены придумала супруга Дмитрия, Елена Маликова. Жена Лены, она на самом деле очень много вложила сил, души в этот спектакль, в том числе в сценарий. Она вот, например, полностью написала монолог Галины Вишневской, придумала этот образ. Именно эти сцены с Галиной Вишневской вызвали у зрителей слезы. Это было, правда, удивительное и замечательное зрелище. Это вот удивительное ощущение. Это ощущение, когда вот внутри что-то раскрывается, когда каждая клетка твоего тела просто трепещет от восторга. Наверное, правда, это были слезы радости. Лучшим доказательством того, что чебоксарский зритель, как и диджей-звезда, сумела услышать красоту в звуке, научилась понимать великих композиторов, стали долгие и продолжительные аплодисменты. И все поверили, что музыка не имеет возраста, а классические композиции могут быть интересны. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика. Завтра на нашем канале премьера. В новом выпуске передачи «Детский телесад» мы с вами узнаем, что такое лекотека, где в чебоксарах есть роботы, которые обучают детей, и какие перспективы открывают инклюзивное образование. Ответы в программе «Детский телесад» 20 мая в 19.00 на Национальном телевидении Чувашия. Далее вас ждет полезная информация. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире Национального телевидения Чувашия. Хороших вам выходных. Интернет-шоппинг для российского покупателя уже давно не экзотика. Сейчас выбрать и купить себе компьютер, стиральную машину или холодильник, не выходя из дома, обычное дело. Вот только делать это стоит лишь в проверенных интернет-магазинах. Например, у одного из лидеров российского рынка интернет-торговли «Ситилинк». Более 50 тысяч наименований бытовой техники, цифровой электроники и других товарных категорий от ведущих мировых производителей таков ассортимент магазина. Кстати, в столице Чувашии открылся первый центр терминальной торговли «Ситилинк». Стало достаточно удобно, потому что мы склад приблизили к покупателю. Теперь, говорится, не нужно ждать большинства товаров. И покупку можно оформить у нас в магазине и тут же ее забрать. Это большое удобство. Мы поддерживаем очень низкие цены. Они экономически обоснованы. И считаем, что сейчас все-таки цена является наиболее значимым параметром для выбора покупки. Новый розничный магазин – это торговый зал без привычных полок и выкладки товаров. Здесь все заказы оформляются через электронные терминалы. Процесс покупки в «Ситилинк» в среднем занимает 5-7 минут. Этот вариант для тех, кто ценит свое время и деньги. «Ситилинк» выделяет на фоне конкурентов одна из услуг – это сборка компьютера по индивидуальному заказу. Мы собираем месяц более тысячи таких компьютеров. У нас работает инженерный отдел с очень высококвалифицированными специалистами, которые помогут вам собрать. У нас также на сайте есть онлайн-конфигуратор, где вы можете сами сделать сборку, так скажем, заказать эту сборку, а наши инженеры вас проконсультируют. И уже через несколько дней вы на руки получите сертифицированный компьютер с гарантией на 3 года. Среди многообразия дополнительных услуг компании есть и установка программного обеспечения, проверка гаджетов, полный апгрейд компьютера. Кстати, работает «Ситилинк» как с физическими, так и с юридическими лицами и корпоративными клиентами. Для них предусмотрено огромное количество услуг. Личный кабинет, персональный сервис, особые условия оплаты и отгрузки, консультации по различным брендам, сервисному оборудованию. Компания «Ситилинк» отличительная особенность от тех конкурентов, то, что мы очень любим и уважаем своих клиентов. И кроме того, что мы соблюдаем законодательство, мы пытаемся быть максимально лояльными в самых разных ситуациях. Удостовериться в доступности и легкости покупок в магазине «Ситилинк» все желающие могут в торговом центре «Мегамол». Три праздничных дня открытия с 19 по 21 мая вас ждут в «Ситилинк» спеццены на большинство товаров. Акция «100 товаров по рублю», розыгрыши и ценные призы. Приходите, убедитесь сами. Ну что, квартиру в Ясной Поляне я купила. Иду делать ремонт. Покупая квартиру в Ясной Поляне, будьте готовы к тому, что ничего, кроме новоселья, делать не придется. Ведь здесь есть квартиры не только с ремонтом, но и с мебелью. Мы предлагаем новоселам жилищного комплекса «Ясная Поляна» современную, высококачественную, экологичную мебель. Магазин «Уют» предлагает гостиные и кухни. Дизайн мебели вы можете выбирать самостоятельно по каталогу. Цена от этого не изменится. Квартиру с ремонтом и мебелью можно купить по ипотеке. При первоначальном взносе 15% ежемесячный платеж составит всего 13 407 рублей. И не забывайте, прекрасный вид из окон домов Ясной Поляны на лес никто не отменял. Из однокомнатной квартиры перемещаемся в двушку. Ну что, вы узнаете эту квартиру? Мы были здесь буквально несколько недель назад. С тех пор здесь сделали ремонт, установили натяжные потолки. Осталось только отметить новоселье. Кстати, дизайн ремонта вы можете выбирать самостоятельно. И цена от этого не изменится. Особенно мне впечатлила ванная комната. И еще, пока вы думаете, другие и покупают. Все качественно сделано, все красиво. Отлично. Удивлена. Ясная Поляна. Хорошие квартиры с ремонтом и мебелью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова